Вопрос в том, что мы с вами будем заниматься вполне интегрированием системами. Можно даже параграфовать. Вполне интегрирование системы. Такие системы еще называются полностью интегрированием системы. Но мне тут сокращение, если честно, не нравится. Поэтому у меня есть вполне мягкая система. Ну, прежде всего, давайте вспомним, чем мы вообще занимаемся. Мы занимаемся ганельтоновыми системами. Какой процесс? То есть, это системы. Вот, N маленькая, степениально свободны. В которых отсутствуют дисципативные силы. Да, вот все обобщенные дисципативные силы, равные нулю. И кроме того, мы считаем, что, значит, функция ганельтона, а, не зависит явно от времени. То есть, является функцией всех обобщенных координат и обобщенных ю. Ну, с точки зрения математики, да, это автономные системы, да, автономные. Ну, давайте напишем уравнение ганельтона, лишний раз это никогда не вредно сделать. Это значит, там, уит с точки равно ДА по ДППТ. Система из двух N, ну, то есть, и у нас прописывает значение от единицы, когда это до N. То есть, система из двух N-эфференциальных уровней, которая описывает вот нашу систему. Ну, и мы еще знаем, что в ганельтоновых системах, да, мы в прошлый раз это установили, сохраняется фазовый объем, да, то есть, там, там, теперь фазовый объем, да, в какой-то области, в течение времени не меняется, да, в течение времени не меняется. Вот. Ну, вот теперь давайте посмотрим на ганельтоновую систему с точки зрения интеграла движения. Мы сразу же можем сказать, вот смотрите, H у нас не зависит явно от времени. Значит, время что? Циклическая переменная, да? Значит, H будет сохраняться, да, будет являться интегралом движения. То есть, H, давайте, если эта система натуральная, то H равно Е, да, полной энергии, и это неизменяется. Ну, спрашивается, а вот если в системе еще имеются интегралы движения, то вот что можно про них вообще сказать, и как они вообще могут нам помочь при исследовании такой системы? Ну, вот, значит, если в системе еще имеются интегралы движения, то можно, значит, мы с вами его механики показывали, значит, я... А, кстати, а что такое интегралы движения? Сохраняющаяся величина. Да, да. А вот как три одного механики будет готова. А функция, зависящая от координат и импульса? Ну, в данном случае от времени явно не зависит, я это считаю, да? Которая не изменяется в процессе движения механической системы, да? То есть, вот один из интегралов движения – это сама функция, это не тот. А вот другие, да, значит, их может быть, ну, там вообще говоря, два штук, да, механики. Ну, вот. А про остальные что можно сказать? Так вот мы с вами, когда курс механики изучали, мы говорили, что все вот эти интегралы движения, значит, ну, вот скобки плосона, значит, интегралы движения с функцией величина равны нулю, да, вот эти скобки. То есть, все интегралы движения удовлетворяют вот такому соотношению. И, ну, скобки плосона давайте запомним, вспомним, что это такое, что вот есть у нас две функции, F1 и F2, да, скобки плосона, да, скобками плосона от этих две функций называются вот такие суммы, суммы от 1 до N, да, по всем степеням свободы. Таким образом, F2, 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 D4, yeah, значит, минус, так, минус, df, df1, df2, 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 df2. Сколько классов? Функции f1 и f2. Ну, то есть вот мы показывали, что необходимые и достаточные условия, да, для того, чтобы какая-то функция i, d была интеграла напряжения, это вот равенство нулю скобок Куассона этой функции с функцией гиблиотт. Вот эту ситуацию, когда скобки Куассона от двух функций f1 и f2, значит, равны нулю, да, скобки Куассона. Вот если это так, то мы будем говорить, что функции f1 и f2 находятся в инволюции друг к другу, да. То есть функции f1 и f2 находятся, ну, или интегралы напряжения в данном случае, да, функции f1 и f2 находятся в инволюции друг к другу, если скобки Куассона от них равны нулю. Вот. То есть мы можем сказать, что все интегралы движения находятся в инволюции функции гиблиоттона. Вот. Ну, это, как бы, первый факт. А второй факт, вот, он его доказал и убить, и который, собственно, имеет отношение к теме нашей сегодняшней лекции, состоит вот в чем. Пусть у нас существует, значит, ну, вот, N маленькая интегралы движения, вот таких вот, да, и ИТ. И пусть все эти интегралы движения находятся в инволюции друг к другу. Значит, и ИТ, и ЁТ равно нулю, значит, где И не равно ЁТ. Так вот, как Леувиль показал, такие системы, такие гиблиоттоновые системы будут интегрируемы в квадратурах. будут интегрированы в квадратурах. То есть мы можем написать общее решение, ну, там, через интегралы, может быть, но мы можем написать общее решение в уравнении к ИТО, в аналитическом виде. Вот. Вот такие системы мы будем называть вполне интегрированные системами. Вполне интегрированные системами. Это системы, которые, системы, длиннектонные системы, которые мы можем, ну, решить аналитически. Ну, и мы видим, что вот условия того, что система является вполне интегрирована, является равенство нулю скоботку Ассона вот от этих n штук интегралов движения. Но при этом, да, вот, важно еще условие, чтобы все эти интегралы движения, да, ну, скажем так, не являются какими-то функциями от функции Габилтона, да, не являются. То есть мы не можем их выразить через функцию Габилтона. То есть это независимо от функции Габилтона. Вот. Ну, теорему Леувиля мы в общем виде доказывать не будем. Можете, как бы, сами попробовать. Это, ну, достаточно непросто. С одной стороны. С другой стороны, уведет нас немножко в другую сторону. Вот. Ну, можете либо найти, почитать, кому интересно, либо сами попробовать ее доказать. А мы займемся с вами, ну, таким, относительно частным случаем. И вот, чтобы к этому частному случаю перейти, давайте мы эту теорему проиллюстрируем на одном простом примере. Вот пусть у нас имеется, значит, система с одной степенью с двойной, n равно 1. Ну, гамильтонова, да, значит, вот функция Габилтона, это функция двух переменных, так вообще, двух переменных, да, не так переменных. Вот. Ну, уравнение Габилтона, значит, ну, давайте напишем, значит, вот функция ДХДВ, да, будет два уравнения. И ВС-1-ДХДВ. Два уравнения. Вот. И пусть у нас система такова, что, ну, вот, разумеется, H сохраняется, да, мы вот только такие системы обсуждаем. То есть время является циклической переменной в H. Но еще является циклической переменной в H, ну, скажем, обобщенная координатку. То есть считаем, что H у нас является функцией только обобщенных импульсов, да. H-функция обобщенных импульсов. То есть пу явно не входит. Так, ну, что тогда можно сказать про интеграл движения такой системы? Что будет сохраняться, если обобщенная координата является циклической функцией Габилтона? Ну, сопряженной ей обобщенной импульсов. Совершенно верно. Обобщенный импульс будет сохраняться. Но это, как бы, очевидно. Вот отсюда, например, из второго уравнения мы сразу же получаем, что раз H зависит только от P, то тогда DH по DQ равно нулю, значит, P с крочкой будет равно нулю, да. И, следовательно, P, ну, как функция T, да, будет равно константе. Константе. Ну, константа эта, конечно, может принимать там, значит, непрерывный ряд значений, поэтому мы по этой константе можем дифференцировать и так далее. вот, значит, ну, если P у нас константа, то и DH по DP тоже будет константой, да? Тоже будет константой. Ну, давайте ее A по значению. То есть это тоже константа, от времени, да? Вот, все константы имеются в виду от времени константы, то есть течение времени изменяется. Вот. А сами они могут быть, выступать как некие переменные, по которым мы приблируем, дифференцируем и так далее, да? Вот. Значит. A, ну, вообще говоря, зависящий от P, да? A зависящий от P. Тоже константа. Ну, и тогда Q с точкой у нас равно A от P. Значит, и следовательно, Q это A от P на T плюс там B. B, да? Какая-то постоянная новая постоянная интегриза. Ну, которая тоже может, в принципе, от зависеть, но, как бы, значит, для нас это существенно. Вот. То есть, смотрите, вот у нас система с одной степенью свободы и имеется еще один отличный от H интеграл движения P, да? То есть, H у нас интеграл движения, да? И P интеграл движения. Вот. И мы сразу же проинтегрировали, да? То есть, нашли решение уравнения гамильтона. Собственно, теорема Лагранжа, она об этом и говорит, теорема Леофиля, об этом и говорит, да? что если вот у нас имеются какие-то интегралы движения, то мы можем вот доинтегрировать. Вот. Ну, а здесь, как бы, скобки Пуассона, значит, ну, в силу так малой размерности системы составить трудно, вот, то есть, проверить там инволюцию какую-то интегралы движения, но, тем не менее, вот, значит, появляется идея отсюда. А вот давайте-ка мы обобщим рассматриваемый случай, вот, когда у нас одна степень свободы, а мы рассмотрим произвольное, систему с произвольным числом степени свободы. Значит, любое, да, вот. И потребуем, чтобы у нас в такой системе все обобщенные координаты были циклическими. Все обобщенные координаты были циклическими. То есть, потребуем, чтобы вот это H как функция P, ну, давайте, можем, вектор, да, условие вот это, значит, выполнялась и для системы с произвольным числом степени свободы. То есть, ну, тогда у нас будут сохраняться, значит, все обобщенные импульсы, да, все поитые будут константами. Все поитые будут константами. Будет такая система полностью интегрирована, вполне интегрирована в систему? Ну, конечно, будет, потому что мы с вами знаем из механики, что есть вот так называемые фундаментальные скобки Пуассона, значит, это скобки Пуассона канонических переменных с друг с другом, ну, и в частности, вот, такие вот фундаментальные скобки Пуассона, поитые, поиотые, равны улю. Легко проверить, между прочим, непосредственной подстановкой вот сюда, как хотим, это поитая, угла, поиотая. Вот. Видно, что скобки Пуассона будет равны. То есть, у нас все интегралы движения в такой системе будут находиться в инволюции, и мы можем вот эту вот всю процедуру, да, проделать и получить вот такой вот результат. Ну, вот, собственно, иногда вот только такие системы, да, называют вполне интегрированные. Поскольку их, ну, в основном так, про них в учебниках да и пишут. Так вот, мы тоже будем дальше заниматься такими системами. Значит, ну, как бы, дело за малым, надо только вот понять, является ли у нас, значит, является ли у нас система вполне интегрированной или нет. То есть, вот, если мы пишем функцию гамильтона в производных координатах НУП, то там вот, как бы, значит, ну, так вот, сразу сходу можно и не понять, там, значит, ну, вот, является ли система, вот, относится она вот к этому классу или нет. Вот. Ну, что здесь можно предложить? А здесь можно предложить, попробовать совершить каноническое преобразование, да? Каноническое преобразование. Найти такое каноническое преобразование, которое бы свело ну, гамильтоновую систему, записанную в производных координатах, гамильтоновой системе, ну, вот такого типа, да, когда там n штук канонических переменных, да, являются циклическими функциями в ней просто. Вот. Циклическими функциями, Так, а что такое канонические преобразования, вы помните? Надо напомнить? Да. Давайте, давайте. То есть, вот, значит, каноническими преобразованиями, каноническими преобразованиями называются преобразования канонических переменных, то есть, от переменных там кульпы, да, всей совокупности канонических переменных кульпы. Мы переходим к другой совокупности канонических переменных ку-штрих и ку-штрих. Значит, и вот такого типа преобразования будут каноническими, если при этом не изменится вид канонических уравнений, не изменится вид уравнений гамильтонов. То есть в новых координатах мы получаем такие же уравнения гамильтонов, тот же самый вид уравнений гамильтонов, что и в стартах. То есть уитая штрих с точкой ДА, уитая штрих, аж тоже штрих будет. Надо понимать, что при каноническом преобразовании функция гамильтона тоже изменяется. И Питая с точкой штрих это минус ДА штрих по ДУ иитая. То есть канонические преобразования, это преобразования канонических переменных, которые не изменяют виды уравнений гамильтонов. Ну вот там, в принципе, значит, мы там говорили про производящие функции и так далее. То есть канонические преобразования можно искать с помощью производящих функций. А можно искать непосредственно, что-то догадаться, дают ли канонические преобразования. Ну и давайте, да, а сами, как бы, канонические преобразования задаются функциональными зависимостями. Ну, например, там, уитая, это уитая, как функция, там, у штрих, пэштрих, да, и пиитая, это пиитая, значит, у штрих, пэштрих, да. То есть все старые канонические переменные выражаются через новые канонические преобразования. Вот, в принципе, значит, подбирая таким-то правильным образом канонические преобразования, мы с вами можем догадаться, ну, упростить, упростить функцию гамильтона, а значит, и упростить решение выражения гамильтона. Вот. Ну, теперь, что нам нужно сделать в свете того, что сказано? То есть у нас есть функция гамильтона h, q, b, да, зависящая от старых канонических переменных, и мы должны перейти, вот, от переменных, q и b, q, c, b, да, ну, давайте, вот я иногда буду писать вектор, чтобы подчеркнуть, что это вся сова с ним, да, каким-то другим переменным каноническим, назовем их альфа, да, и йод, здесь, вот, значит, q, b, 2N, 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 1E, 1t, и точно так же альфа йод, да, тоже два Н Штук, n Штук Альфа, n Штук йод, вот, а значит, перейти вот к этим переменным, так, чтобы в новых переменных h у нас было бы только функцией j функцией j то есть альфа в новых переменах должна быть циклическими координатами должны быть циклическими координатами ну или циклическими переменами ну и тогда что если мы вот такое экономическое преобразование находим то есть мы должны все хуитое записать как функции альфа й и хуитое должны записать как функции альфа й и тем самым мы значит найдем каноническое преобразование если мы догадаемся на этой функциональной зависимости но тогда значит в новых канонических переменных у нас уравнение гамильтона ну то есть в качестве вот этих у штрих у штрих это альфа й уравнение гамильтона ну давайте я вот прямо здесь приму вот такой вид значит альфа й с точкой это д а штрих д а штрих так кстати вот здесь надо штрих д а штрих у нас не зависит от альфа если мы рассуждаем как и раньше поскольку а штрих не зависит от альфа то вот эта производная д а штрих по д альфа и тое равна нулю значит йод у нас йод и ты тогда будут равны константам ну давайте эти константы запишем йод и ты нулевое значит они находятся изначальных условий то есть йод и ты это интеграмм движения находятся ли они в инволюции друг к другу эти интеграммы разумеется поскольку йод и ты это по сути дела новые обобщенные индексы да то есть для них справедливый фундаментальный скоп и плацон йод и ты йод там ну катая давайте да равно нулю значит и ала манка да и и гад принимающим значение ноль то есть один и сад дает н то есть все эти интегралы движения находятся в инволюции в силу того что это новые экономические перемены да вот но если так то тогда значит вот это вот дэштрих вот дэйод да ну мы можем обозначить буковкой амеда она будет зависеть от всех йод вот эта производная да и не зависит от альфа и не зависит от времени и тогда мы можем сразу же написать что альфа итер это омега итер от йод т плюс альфа итер итер илевое и вот мы сразу же проинтегрировали нашу систему ну собственно реализовали вот ту самую схему только вот на таком более общем уровне так вот значит вот эти переменные если их альфа и йод если их удается найти они имеют вполне определенное название значит йод называются переменными действия йод называются переменными действия а альфа называются переменными угол угол То есть вот эти новые переменные, это переменные действия углов, да? Переменные действия, переменные, ну и иногда их главными, а это еще главными переменами. Переменные действия углов. Ну почему они так называются? Ну вот про альфа, скажем, значит, понятно, что если у нас, значит, в качестве альфа выступают угловые переменные, ну, например, мы исследуем какую-то колебательную систему, да? В качестве альфа, значит, могут выступать угловые переменные, да? То тогда вот это решение, ну, омега, это частота, все это описывает фазу колебаний, да? Все это выражение описывает просто фазу колебаний, вот. Ну а, значит, идет, ну, там определенным образом связано с функцией действия, там можно метод Демельтона якобы там связывать, вот оттуда как бы идет название. Ну, вот, значит, все дело за малую. Надо, во-первых, понять, существует ли такое каноническое преобразование, во-вторых, найти его. Ну, вот эта задача для каждой конкретной системы, значит, своя, она может быть непростой, вот. Ну, значит, мы давайте проиллюстрируем все сказанное, ну, на более или менее простом примере. На более или менее простом примере, а именно рассмотрим одномерный гармонический осцилляк. Так, и все вот эту схему, значит, поиска там, как бы, как бы, канонических преобразований, да, и переменных действий угол на этом примере проиллюстрируем, а потом обобщим. Вот. Значит, итак, пусть у нас имеется система одной степени свободы, и, раз это осциллятор одномерный, то известен и известный функционер, значит, а, да. Ну, давайте запишем вот его в таком виде, значит, k в квадрате пополам, ну, массу единицы, возьмем, да, да, плюс омега в квадрате пополам на 2 в квадрате. Значит, вот это хинетическая энергия, плюс квадрате пополам. А второй член потенциальная энергия, а омега здесь, это, по сути дела, чистота. Вот, ну, тоже надо вот там, чтобы размерность соблюсти, там, массу тоже будет. Вот. Значит, ну, такая система описывается уравнением мегамильтона, ну, вот, я их, как бы, не стал стирать, еще раз на них посмотрите, а теперь можно, значит, записать, решить, как это мы все делали, там, натюрмеханики. Но нас интересует другое. Другой вопрос. Значит, нас интересует вопрос о каноническом преобразовании, да, вот о таком, и о переменных действиях угла. Ну, вот здесь, в принципе, можно догадаться, значит, до вида канонического преобразования, поскольку у нас, ну, вот, слагаемые стоят, ну, такие однородные. Здесь квадрат переменной, здесь квадрат. Вот если у нас там был бы, ну, что-то типа такого, симус квадрат и косимус квадрат, это вообще бы единичка равна, да? Поэтому, вот, значит, надо, ну, вот, в каноническое преобразование, вот как-то должны эти синусы, косимус входить. Вот так, чтобы в результате новая функция гранитона, а штрих, да, была функцией только от йод, от одной канонической перемены. Так, что там, периодов? Еще, ну, еще, да, останавливайте, как бы. Ну, давайте, вот, вот сейчас тогда я запишу и откроем перевод. Ну, значит, легко тут, ну, подумав, легко сообразить, ну, относительно легко там, значит, что вот, если мы выберем, так, ну, давайте с П, значит, П, вот, поскольку тут П на первом месте, давайте с П начнем, значит, П, это, значит, корень квадратный, двойка должна уйти, значит, ну, там, Омека, одно должно появиться, и йод должно появиться, да, значит, на, на синус Афе, ну, там, без разницы, ну, давайте, синус Афе, например, а кум, вот так вот, значит, это наоборот, Омека должно сократиться, одно, значит, будет два йод на Омека, и на космус Афе, да, вот, если П мы запишем через Альфа и вот таким образом, то тогда новая функция гемиклона, значит, Аштрих, это что такое, это Аш, записанное в новых переменах, да, значит, йод и Омек, йод и А, вернее, так, давайте, в правильном порядке, Альфа йод, Альфа йод, да, ну, вот, подставляем, значит, что получается, П в квадрате, там, двойка сокращается, дает йод, Омека дает, йод на синус квадрат Альфа, Аку в квадрате, вот, с учетом этого, Омека в квадрате, тоже дает, Омека йод, да, Омека йод в общей множитель, там, синус квадрат Альфа, и косинус квадрат Альфа, да, ну, и вот, это, единичка в скобочке, да, значит, единица, ну, и следовательно, новая функция гемиклона, Аштрих, это будет просто обе гемиклона. Ну, и, значит, все, действительно, наш вот этот случай реализуется, Альфа циклическая переменная, и мы сразу же можем, ну, вот, пользуясь этой общей теорией, записать, что, что, значит, Альфа, это Омегран, D, плюс Альфа ноль, а йод, ну, это йод ноль, да, некая косинка. То есть мы с вами, значит, нашли Альфа и йод, ну, и теперь подставляя, получаем обычные гармонические колебания, да, на симус и косинус. Вот. Ну, все, так будет, старайтесь, не будем делать. Известные нам задачки, мы действительно с помощью гармонического преобразования получили гармонические колебания. Ну, давайте еще немножко, значит, про фазовый портрет такой системы поговорим. И вот, значит, вот с какой точки зрения мы на это, фазовый портрет осмой. Вот, смотрите, вот эти формулы вам ничего не напоминают? Так, на скидку. Ну, вот, если бы мы переходили по реальным координатам, да, ну, это, я не скажу, совершенно верно, но, вот, само это преобразование очень похоже на преобразование там, и картовых координат в полярт. Правильно ли? Поле того, мы можем даже вообще сделать, значит, это преобразование, значит, преобразование полярных координат, если, скажем так, введем новые перемены, неудопустим, там, П с волной, да, это, значит, корень, корень из йод поделить на 2 омега, да, на П, то есть, это будет йод на косимус ам, да, и Ку с волной, это корень из йод, ну, там, омега йод, да, пополам, пополам, на, так, опять же, синус, синус, да, синус, значит, на Ку, да, здесь йод на косимус, да, вот так, ну и все, то есть, йод у нас, вот это, новая, новая каноническая переменная, это просто, ну, полярный радиус, да, в этих координатах, а альфа угол полярный, вот, ну и легко, тогда, значит, нарисовать фазовый портрет, вот если мы фиксируем йод, ну там вот, то есть мы должны какой-то йод задать, ну там, допустим, давайте, переменных У и Т с волной, да, вот, и фазовый портрет при заданном йод, при фиксированном, это окружность, ну вот, там надо в этом центре, ну, в общем, окружность, отлично, да, вот, то есть это йод, а вот это угол альчик, угол альчик, ну и изменяя, изменяя йод, мы там получим систему концентрических окружностей, там, да, то есть вот все эти окружности соответствуют разным йод, а альфа у нас, в принципе, можно всегда рассматривать в интервале, там, от нуля до двух, да, поскольку через период у нас все повторяется, вот, то есть у нас фазовый портрет, ну вот такое, такое вот, периодическое движение, ну и более того, мы с вами говорили, что если есть какая-то переменная, там, которая изменяется в ограниченной области, мы можем фазовый портрет свернуть в цилиндр, да, вот, переменная, а вот йод-то в преобразованиях у нас новая, вот, которая в левой части и в правой части, так, вот, вот у нас, да, и вот то, что он может быть корнем, это одно и то же? Конечно, да, что я неправильно выписал, что йод-то надо, а, ну вот тут, у нас два омега сократилось, тут корнем йод-квадрате, вот, что все, правильно, 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 вот, то есть, в принципе, можно свернуть цилиндр и рассматривать, значит, фазовый портрет на поверхности цилиндра, ну, давайте теперь, значит, более того, мы систему с одной степенью свободы рассмотрели, линейную колебательную систему, а мы можем рассмотреть точно так же линейную колебательную систему с любым числом степени свободы, то есть, любое, и раз система линейная, колебательная, мы всегда можем в ней ввести гармонические координаты, да, ну, помните, что это такое, да, значит, координаты, в которых там функция ваграмжа диагонализуется и функция габельтона диагонализуется, вот, все там произведения типа кума п исчезают, да, и у нас функция габельтона будет вот такой, вот я беру вот этот вот ассимулятор, заключаю скобочки, вешаю тут индексы и и суммирую по всем индексам габельтона как единицы до этого и вот это будет, ну, там, много функций габельтона, ну, можно, в принципе, одну вторую донести еще, много функций габельтона. То есть, вот функция габельтона линейной колебательной системы, записанной в нормальных координатах, нормальных координатах. Нормальных координатах. Вот. Значит, ну и понятно, что мы можем теперь точно так же, поскольку у нас вот эти скобочки-то сохранились, мы точно такое же можем преобразование сделать и для системы с произволенными числом степеней свободы, только везде тут индексы надо вешать. вешаем индексы. Аштрих Аштрих у нас тогда, которое получится после этого легко получить, это будет ну там, давайте Аштрих как функция от вектора й вот так напишем, да? Это будет вот просто сумма линейной единицы даррэн он единитое йод идитое точно так же, как мы делали раньше. Ну тут тоже идитое, да? Ну и решение вот такое, тут тоже индексы идитое пишем альфа идитое нулевое, йод идитое нулевое. То есть то, что у меня сильный вот так получаем решение. Все точно так же и для системы колебательной, линейной колебательной системы с произвольным числом степеней свободы. Получается. Ну вот. ну вот давайте сразу обсудим. Смотрите. Вот это мы рассмотрели линейную систему. А вообще-то нам интересны нелинейные системы. Так вот, для нелинейных систем все точно так же. Вот. Только в чем разница между вот этой системой осцилляторов и нелинейной колебательной системой? в том, что омега будет зависеть от йод. Если мы сравним вот эти две формулы вот эту и вот эту видим, что здесь омегаида ну частоты колебаний да зависят от йод в нелинейном случае. А в линейном случае омегаида определяются свойствами системы. Да? Там если у нас маятник там длиной маятника и массой там, да? То есть омегаида в линейном случае это собственная частота колебаний которая не зависит от начальных условий и определяется свойствами системы. А в нелинейном случае омега будет зависеть от йод. А йод у нас константа интеграл движения а все интегралы движения мы находим из начальных условий. То есть у нас омега уже в нелинейном случае будет зависеть от начальных условий. От начальных условий. И это вот очень важное отличие нелинейных систем от линейных. Что частоты колебаний в нелинейном случае вообще говоря не только свойствами системы определяются но еще и начальными условиями. И вот это как бы следует из общей теории. Вот этот результат можно там кучу частных примеров рассматривать но вот это следует из общей теории. Но для нас еще важно вот что что мы вот эти системы нелинейные можем так как бы легко решать ну если нашли каноническое преобразование потому что они становятся похожи не на линейные да вот ну отличия только вот вот это да вот значит и как бы ну вот фактически ну как правило да вот нелинейные системы аналитически решаются если они их можно каким-то образом там уподобить линейным системам да либо свести там к пошаговому решению решения нелинейной задачи к пошаговому решению линейных задач либо вообще вот как в данном случае сделать нелинейную систему похожую на линейную в смысле даже уравнение да уравнение которое мы решаем вот ну нас букву значит дальше будут интересовать системы с двумя степенями свободы вот это такие хорошие системы которые можно наглядно с одной стороны пояснить да а с другой стороны значит вот как-то там какую-то нелинейную специфику подчеркнуть вот то есть ну берем н равное двум н равное двум значит н равное двум ну вот если рассматривать в этом случае оцеллятор да ну вот линейный линейный оцеллятор то полная функция герметрона это что у нас омега 1 идет 1 плюс омега 2 идет 2 да вот на штрих ну преобразование значит вот они там для то есть и у нас пробегает значение 1 и 2 да ну и следовательно два интеграла движения да н равное двум два интеграла движения у нас значит йод 1 равно йод 1 0 йод 2 равно йод 2 0 вот и соответственно 2 угловых перемен и альфа 1 равно омега 1 t плюс альфа 2 да альфа 0 альфа 1 альфа и альфа 2 равно омега 2 t плюс альфа 2 вот так давайте вот вообще прежде чем фазовый портрет здесь пытаться такой системы изобразить давайте еще вот поговорим про что вы знаете что такое фигура лиссажу да я видел что-то там социология да но на самом деле не только социология на самом деле фигура лиссажу это проекции фазового пространства на координатной оси на оси губ то есть у нас чтобы фигуру лиссажу в нашей системе получить мы должны записать вот q1 q1 значит это корень из двух вот так корень из двух y1 2 y1 на омега 1 на косинус омега 1 t омега 1 t плюс альфа 1 ну да достаток и q2 значит это корень из два и омега 2 и тоже на косинус омега 2 t плюс альфа 2 вот вот и исключить время да если аналогично тому как вот есть закон движения чтобы траекторию получить мы должны время исключить да вот исключить время из этих выражений ну понятно что в общем случае какой-то тут элипс будет да вот ну скажем как окружность здесь получить фигуру присажу вот в виде окружности красность фаз должна быть пи на ага ну да то есть значит вот пишем альфа 2 и амплитоды совпадают ну и частоты ну да да то есть омега 1 равно омега 2 равно там омега и значит йод 1 равно йод 2 равно там йод 0 например да и тогда фигура рисожжу ну там будет что если мы обозначим вот этот вот корень там корень из 2 идет 0 на омега амплитоды а например да то фигура из 1 в квадрате плюс q2 в квадрате равно а вот так да вот спася q1 q2 это окружность радиуса а ну а радиус определяется опять в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате то есть вот иногда бывает наряду полезно наряду с фазовым пространством еще рассмотреть вот этот оцеллограф да чтобы мы там на осцеллографе видели если бы могли там это как-то так вот заряд поместить между конденсатором там вот вот а вот то есть фигура ссежу окружность в принципе они в более общем случае ну может быть еще прямая да кусок прямой вот подумайте А теперь, что фазовым портретом займемся? Что вот здесь в качестве фазового портрета можно представить? Ну, смотрите, значит, если у нас система с двумя степенями свободы, колебательная, то альфа-1 и альфа-2 у нас изменяются в пределах периода. Ну, и мы можем считать, что альфа-1 у нас больше либо равно 0, меньше 2π, и точно так же альфа-2, в период 2π, то есть больше либо равно 0 и меньше 2, в пределах периода. Но тогда, то есть мы с вами говорили, что если у нас есть там две ограниченные в какой-то области переменные, ну вот в частности, то есть это, ну какой фазовый портрет рассматриваем? Поросял, йод и альфа, да? Четырехмерное фазовое пространство. То есть размерность пространства небольшой, этот маленький, четырехмерное фазовое пространство. И если мы его пишем вот в этих новых гононических переменных действия и угол, да? Фазовое пространство. Действия угол, переменных. То значит альфа вот в этом фазовом пространстве будет лежать в ограниченной области. Вот. А раз так, то тогда мы можем что? Свернуть это фазовое пространство в ток. Правильно? Мы говорили, как сделать это вот на прошлой лекции, да? Ну то есть сначала сворачиваем в цилиндр по одной переменной, по альфа-1. А потом еще, как бы, склеиваем концы цилиндра, да? То есть цилиндр у нас будет конечной высоты, значит по альфа-2. И мы склеиваем концы цилиндра и получаем тор. Вот. Ну давайте этот тор нарисуем. Вот сейчас нам придется с рисованием заниматься, но ничего, зато наглядным будет. Вот. Значит я этот тор нарисую. Это вот такая велосипедная шина. Значит, понятно. Вот такой вот вопрос, чисто физически, то, что у нас получается внутренний радиус тора меньше, а внешний радиус тора меньше. Ну это, ну да. Красота одна и та же у цилиндра. Ну, есть вот такой момент, да. То есть, ну, значит, ну действительно, надо следить, чтобы действительно тор получался, да. Чтобы там как-то не пересекались, да, вот эти задние поверхности там, да. Ну, значит, есть такой вопрос. Значит, значит, предположим, что вот все хорошо у нас, тогда тор, да. Тогда тор. Значит, давайте так вот. Ну, во-первых, значит, тор мы можем характеризовать вот таким поперечным сечением в виде окружности, да. Так, вот, значит, и вот через центр этой окружности мы можем внутренний радиус тора провести, вот, значит, вот окружность, вот окружность в другом месте, да. Вот берем точки и вот по радиусу там, ну, соединяем окружностью, как бы, давайте уже штрихованное видео, вот так вот. То есть, это вот внутренняя окружность, которая проходит через центр тора, через центр тора. Ну, то есть, ну, допустим, вот мы можем так отсчитывать, вот внутренний, вот, значит, угол, вот эта вот высота окружности, это будет, скажем, Йо-2, ну, то есть, радиус окружности, да, ну, то есть, это радиус окружности, Йо-2, вот этого, тогда вот этот угол будет Альфа-2. Вот. То есть, Альфа-2 по внутренней, по вот этой вот, по внутренней окружности, да, по сечению, да. Альфа-1 и Йо-1 мы можем получить вот так, взять вот центр этой окружности, да, центр штрихованной окружности, вот, значит, и тогда у нас вот эти отрезочки будут Йо-1 длиной, а вот этот уголок будет Альфа-1. То есть, при фиксированных Йо-1, да, положение точки на, ну, фазовой точки на Торе, да, на поверхности Тора задается всего двумя переменами, да, Альфа-1 и Альфа-2. Это если Йо-1 фиксируется, ну, а Йо-1 фиксируется в начальном условии. Берем другие, скажем, начальные условия, получаем другой Йо-1, значит, получаем новый Тор, да, какой-то другой Тор, и так далее, и так далее, и в результате все наше пространство, как говорят, рассваивается на Торы, да, все фазовое пространство рассваивается вот на такие Торы. То есть, вот для таких наших колебательных систем, да, фазовое пространство, это некое рассвоение вот на Торы. Ну, это относится как вот к двумерному осциллятору, да, так и к двумерной нелинейной колебательной системе. Системе, вот там только Омега будет от Йо-1 зависеть. Поскольку мы выяснили, что эти системы похожи. И здесь мы можем рассмотреть разные случаи. Ну, давайте. Значит. То есть, вот, что у нас происходит при переходе от Тора к Тору? Мы меняем Йо-1, вообще говоря, значит, у нас Омега-1, это функция от Йо-1, тоже Йо-2. И вот мы меняем Йо-1, то есть переходим от Тора к Тору, и у нас меняются частоты. Омега-1 и Омега-2. А сами частоты, то есть, а само отношение частот, вот, может быть тоже, как бы, двух типов. Значит, ну, вот первый тип, когда там Омега-1, Омега-2, мы можем представить, как К на Н, где К на Н, это целые числа. Ну, в принципе, даже можно не требовать, чтобы они положительные были. Ну, или по-другому, это можно так записать. Это Н на Омега-1 минус К на Омега-2, да, ну, вот, вот это вот выражение, отношение враги, мы можем вот так записать. Значит, вот этот случай называется случаем соизмеримых частот, да. Частоты Омега-1 и Омега-2, это соизмеримые частоты. То есть, частоты соизмеримые, когда, значит, их отношение является рациональным числом, да. К на Н, это рациональное число, дробь, составленная из целых чисел. Что происходит в этом случае? Ну, давайте рассмотрим вот такой интервал времени, Т, который выберем равным 2П, значит, Так, вот так вот, наши лица все-таки Погляжу, чтобы потом не думать, лучше сейчас посмотреть. Значит, 2П, значит, Да, К на Омега-1 плюс Р на Омега-2. Так, вот так все. Вот. Ну и рассмотрим альфа, да. Альфа в момент Альфа, значит, В момент Т плюс Т большое. Альфа у нас задается вот этой формулой. Да, да, вот он, все альфа. Ну, альфа-1, скажем, да. Альфа-1. Тогда, значит, получаем, согласно этой формуле Омега-1, но я тут аргументы не пишу, Т плюс Т большое, да, плюс альфа-1. Ну, подставляем Т большое, значит, получаем Омега-1 на Т большое. Это будет, значит, 2П на К, вот в первом случае Омега-1 и возвращается, да, 2П на К. А во втором случае получим вот, что плюс 2П, 2П на Н Омега-1, Омега-2. Вот так, Омега-1, Омега-2. Ну, Омега-1, Омега-2 это К на Н. Вот, правильно? То есть, вот это К на Н, ну, то есть, вот здесь Н сокращается, и плюс там альфа-1, да. То есть, в результате получаем, что Омега-1, Т плюс 4П, К, да, Н сократилось, и плюс альфа-1, 0. Значит, К у нас целое число, альфа-периодическая функция с периодом 2П, то есть, мы видим, что через время Т точка по альфа-1 придет, попеременно альфа-1 вернется в то же самое место, из которого стартовал, поскольку сдвинулось на число кратное период. И точно так же мы можем для альфа-2 написать, что альфа-2, вот Т плюс Т большое, это Омега-2, Т плюс 4П, Пи, можете сами проверить, 4П плюс альфа-2, 0. И опять через время Т, да, точка возвращается в старое место, поскольку здесь стоит число кратный период. То есть, мы видим, что если отношение частот у нас рационально, да, частоты соизмеримы, то точка на поверхности Тора возвращается в исходное место, то есть, траектория будет замкнутой. тазовая траектория будет замкнутой. Ну, то есть, вот если рисовать, ну, давайте я вот, буду опять рисовать. Вот, титку там, вот, там, точка П, вот она там, значит, как-то вышла, и давай гулять по поверхности Тора, и так далее, там, да, вот, погуляла, и вот, ну, там я не рисую, там, и, значит, что, вот с этой стороны подходит, так, ну, вот, здесь как-то, и вот как-то вот, я не знаю, ну, вот, надо, чтобы она сверху тут как-то, вот так-то, да, вот, вернулась вот сюда, если вы виток сделаете... Ну, хорошо, вот рисуйте шаги, ладно, я не буду... Вот, мне важно, чтобы смысл пришел, да, то есть, художествами, там, я не буду затеклаться, хотя можно в Европе, но время надо, а время, вы сами понимаете, движется. То есть, фазовая траектория замкнута, а если так, то движение, колебания у нас строго периодические, да, замкнутым фазовым траекториям соответствуют периодические колебания. Это в первом случае. Второй случай, когда отношение омега 1 к омега 2 не равно К на Н ни для каких Ка-Эр, да, ни для каких там целых Ка-Эр. То есть, отношение омега 1 к омега 2 не является рациональным числом, значит, это число иррациональное, иррациональное. Вот. Иррациональное. Ну и это выражение по-другому можно написать вот так. Что здесь происходит? А вот здесь ситуация будет другой. Здесь мы вот такой период уже подобрать не можем, да, поскольку вот какие бы мы Ка-Эр не взяли, вот всегда вот так, универальность. А это к чему приводит? А это приводит, что точка, вот, повертевшись по фазовой точке, повертевшись по поверхности, по поверхности Тора, не попадает в исходное состояние. Ну вот, согласно теореме Пуанкаре, которую мы не доказывали, но формулировали, да, если мы выделим вблизи вот исходного состояния некоторую маленькую область, Эпсилон, то рано или поздно, вот сколько бы малой области Эпсилон ни была, рано или поздно точка в эту область вернется рядышком. Она возвращается не в саму точку, а вот где-то рядышком. И сколь угодно близко может рядышком попасть, но не попадает в саму точку. Ну что это означает? Это означает, что фазовая траектория, ну как говорят математики, всюду плотно, да, покрывает поверхность тора. Ну а мы, как физики сказали бы, равномерно наматывается, да, на тор. Вот. Значит, такое движение, фазовая траектория не замкнуто в этом случае. И такое движение не является периодическим, хотя очень похоже на периодическое. И его называют квазипериодическим движением. Итак, вот, если фазовые частоты, если частоты не соизмеримы, да, частоты омега 1 и 2 не соизмеримы, то есть не являются, их отношения не являются рациональным числом, то это соответствует квазипериодическому движению. Квазипериодическому движению. Вот. Ну и, значит, так, сколько у нас время? Следующее. Уже практически нет. Ну давайте тогда, фигуру лицежу можно было бы дорисовать, но лучше я обобщу. То есть, вот этот случай двух, двух, как бы, степеней свободы, да, мы можем обобщить на произвольное число степеней свободы. И там тоже возникает аналогичные ситуации, но только которые там, конечно, не двумерные будут. Вот. Те фигуры, их, конечно, трудно себе представить, поскольку мы, как бы, зрительно работаем в трехмерном пространстве, нам представить трудно. Но вот понять, как бы, что за фигуры, вот по аналогии с этим можно вычислить эти фигуры. То есть, это будут н-мерные торы, н-мерные торы, значит, фазовое, н-мерное, два-н-мерное фазовое пространство, значит, разбивается на н-мерные торы. А почему они н-мерные? Потому что альфа н штук, да, при заданных йод, альфа у нас н штук. И точка задается на поверхности стора, н-мерные. В случае двух степеней свободы две перемены, а в случае произвольного н-мерные. И тут тоже возможны два случая, значит, первый случай, когда частоты соизмеримы, но мы должны обобщить его. то есть обобщаем мы, конечно, не отношения дробей, а вот эти выражения, когда тут равно н-лю, да, вот его можно записать так, то есть это, когда мы можем записать вот такое условие, сумма по и от единицы до н, ну, давайте, к-и-то, омега-пи-то, там, от всех йодов здесь еще, да, равно нулю. Вот в этом случае все частоты у нас будут соизмеримы, да, вот, а торы, которые здесь возникают, называются резонансными торами, резонансными, там, вот тут к-может любой знак, я говорю, к-может как положительным, так и это, для нас не важно, потому что там все равно это к-мэ-пи-и-у, там, умножается, нахват, и без разницы. То есть к-э-то целые числа какие-то положительные или отрицательные, там, а, омега, ну, это вот эти наши числа. Вот. Здесь у нас движение периодическое, да, периодическое, ну, хотя вот такое более сложное, значит, фазовые траектории замкнуты, как и в двумерном случае. Ну, и второй случай, второй случай, когда то же самое, но не равно. торы перестают быть резонансными, да, и траектории не замкнуты, не замкнуты, и движение, значит, будет квази-периодическим, колебания будут квази-периодическим. Вот. Ну, то есть, вот, значит, мы, как бы так, достаточно подробно, на мой взгляд, рассмотрели вот такие вот всюду интегрируемые колебательные системы, да, всюду интегрируемые колебательные системы, и вот теория такая подробная и красивая, возможно, потому, что для таких систем, значит, мы можем писать уравнения аналогичные тем, которые получаются для линейных систем, да, вот, но только с ситуацией, что частоты будут еще зависеть вот от начальных условий, ну, или от простейшем случае, это означает, что частота вот в нелинейной системе будет зависеть от аплитуды, например, да, ну, все, на сегодняшний день. В итоге-то можно нарисовать траекторию частицы вот в нерезонансном течении. В нерезонансном? как? Ну, двухмерно. Ну, вот вы берете и как бы, значит, начинаете проволоку на этот торт, на макро. Нет, не фазовом, пространстве, вы сможете сходить. А, траектория? Ну, нет, это надо конкретную задачу решать, это, понимаете, это колебания, да, но они по синусу и косинусу, а какие-то более сложные функции, там, я не знаю, там, аллитические синусы и косинусы, там, да, вот, если задачу дается аналитически решить, то, как правило, там вот возникают аллитические функции, ну, ну, в принципе, можно там какую-нибудь задачу порешать, я не знаю, ну, мне бы хотелось все-таки вот наш курс более качественным сделать, ну, посмотрим, то есть, это, обычные колебания, только не гармонические, да, вот, а в нерезонансном случае, ну, там вот немножко сложнее, вот, но там также тоже есть свои интегралы движения, которые называются адиопатическими вариантами, ну, вот, если есть желание, можно что-нибудь порешать, но предупреждаю, тут сразу на нас куча математики какой-то появился, придется объяснять там много всякие литические функции и так далее, поэтому а вообще вот эти колонические преобразования и переменных, они какой-то смысл имеют для сложных систем, ну, то есть, у нас была простая задача, мы просто взяли и сразу ответы и писали, а если у нас какая-нибудь, ну, сложная система уравнения. Понимаете, колонические преобразования за теми нужны, чтобы упростить систему, если вы поработали головой и догадались до хорошего преобразования, у вас система проще становится. Да, но это может нетривиальная задача быть. Что? Нетривиальная задача может быть. Ну, нет, ну, во-первых, их не всегда можно признать, да, вот, мы же, вот, как бы, условием нашего, мы сказали, предположим, есть такие, мы не говорили, как это, да, в каждой конкретной задаче выясняют, но на то научно, понимаете, нет, заранее заданного там, общего, там, ответа, да, приходит очень, творческая работа, сейчас встречается и готовится потому что в реабилитации делается делаем праздник во-вторых.